Такой же ясень еще не обрезанный, вот классическая такая вот засохшая верхушка. Соответственно, внизу поросли, видно, что они повреждают вот эти вредители, каналы, да, по которым идет сок, питательные вещества. Так сейчас выглядят ясени в парке Изумрудный. Причина напасти – жук-вредитель по имени Златко. Налицо засохшее крона дерева, характерное отверстие вредителя на коре и ходы личинок под корой. Ясени погибают достаточно быстро. То есть, получается, сначала они объедают зеленую массу, потом они размножаются достаточно активно в коре, так как один жук может дать до 90 яиц, и при благоприятных условиях, соответственно, ему ничего не будет мешать размножаться и развиваться дальше. Это может достаточно быстро все распространиться на ближайшие насаждения. К слову, страдает не только Изумрудный, но и весь Барнаул. Опасный вредитель уже поел треть городских ясеней. При этом при исследовании личинок, зараженных естественными врагами-вредителей паразитоидами, не нашли. В прошлом веке Барнаул массово засаживали ясенем. По словам экспертов, это дерево обладает рядом полезных функций. У нас ситуация какая? Вот я сама астматик. У нас листья тополя поражены процентов сейчас грибными болячками всякими, но, наверное, процентов на 70. Сыпятся споры грибов, альтернария прежде всего. У 100% людей аллергия. Кашель непонятный. То есть ясень в этом плане, он несет, ну, большую экологическую функцию? Да, он не поражается ничем. У нас поражается в основном ясень пенсильванский. Есть более устойчивый вид для данного вредителя – это ясень манчжурский. Вредитель сам по себе теперь, ну, вот эта ясеневая изумрудная скотила сладкая, она у нас просто так никуда не денется, то есть с ней нужно бороться. Чтобы избежать вырубки пострадавших ясеней, ученые предлагают ввести паразитоидов, чтобы сдерживать численность вредителя. Впрочем, администрация парка изумрудной уже начала предпринимать практические действия. Заказано у нас исследование Центра защиты леса, которые в ближайшее время должны нам дать оценку вообще состояния зеленых насаждений всего парка. И, в частности, по проблеме ясени тоже мы отдельно их попросим дать нам профессиональную консультацию. Кроме того, мы уже начали вести переговоры с компаниями, которые занимаются как раз продажей специальных препаратов, которые позволили бы этого вредителя ясеневую златку победить. В дерево делают инъекции, обрабатывают приствольные лунки. Однако эти работы нужно проводить весной. Поэтому сейчас идет активная подготовка. Постараемся технологию изучить, применить, ну и транслировать на другие территории. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.